Возможно ли помнить о том, что было стерто из времени и пространства? Есть ли у нас шанс изменить ход истории, вырвав целый мир и спасти пустоты? Преданные своим братом Роданом, ассуры отправились по его следам и обнаружили сорванные печати в древней темнице. Осознав, что Родан готовит отпор, небесное воинство решилось на отчаянный шаг. Сплотившись в едином порыве, они уничтожили арку Предтечи, первое творение про отца и сердце вселенной. В страхе за свою жизнь, не в силах более сдерживать безумие собратьев, демиурги покинули сферу. Они отправились в самые отдаленные места, возможно, надеясь найти способ все исправить. Но их усилия были тщетны. Один за другим целые миры угасали, а вместе с ними и их обитатели. Доминион был обречен на ту же судьбу, если бы Леок вовремя не почувствовал приближение тьмы. К этому моменту ее силы выросли настолько, что она создала собственный источник жизненной энергии прямо в центре монумента. В который раз жизни наших героев были спасены, однако теперь Асуры точно знали, где скрывается Родан. Действительно, коварство этих существ безгранична. Наступил момент, когда обеим сторонам отступать было некуда, и обитатели сферы решились на сокрушительный удар. Направив высвобожденную энергию вселенной прямиком в бездну, они вернули из-за бвения древнее творение своего отца — Пожирателя Миру. Вместе с ним бывшие воины света, все как один, ринулись в последний бой, не желая терять небесный престол. Исход этой битвы написан кровью невинных и выжжен на наших телах. Это Фатум. Это Рок. Это конец Доминиона. КОНЕЦ КОНЕЦ ПОДПИЯ Здравствуйте! ПОДПИЯ Забористая штука. Все целы? Отлично. Ладно, мне пора, нужно еще одних лопатрецов навестить. Ээээээй, стой! Стой! Ну что еще-то? Ты кто такой? Я Буба А я Бебе Ты можешь нормально объяснить, что это за место и где наши друзья? Йоу, вы дома? Да, Точняк Слышь, Точняк, ты что курил? Межгалактическую Где наши друзья? Оглянись, друзья повсюду Ну все, я погнал Тут, конечно, небольшой бардак, но вы справитесь Ланлаф Ланлаф Мне остается сделать, как поздороваться с теми, кто смотрит наши видеодневники, как обычно Я не знаю, ребят, существуют они еще или нет, но всем привет! Меня зовут МД Рамон, и это видеодневник, видимо, выживающего номер один. Привет, Тюна! Привет, Рамон, да. Привет, Рич! Здравствуй, я рад, что ты жив. И наши зрители... Нет, когда наши зрители будут это смотреть... Еще не факт, что мы будем живы, но я рад, что живы они, раз они смотрят. Если они есть... Если... 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 А если он есть... А если нет, то мы столкнуемся со вселенной, да? Здравствуй, вселенная, я тебя люблю! Здравствуй, человечек! Здравствуй, зритель, который это смотрит. Друзья, я думаю, нам надо бы отправиться куда-нибудь и посмотреться вокруг, но должен отметить, что эта местность не выглядит... Приветливая. Привлекательная. Да, и привлекательная тоже. Какие-то водички зеленого цвета. Я не думаю, что надо ее пить, купаться в ней, вдруг еще что-то там вырастет нечаянно. Холера вырастет. Но я надеюсь, что где-то там, на горизонте, нас ждут интересные события. Слушай, какие еще? Я забодался с этими интересными событиями. Почему нас шпыняют сюда-сюда? Смотрите, 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 смотрите! Может быть, не все так плохо? Вода. Вода, обходи воду. Правда, выглядит это место заброшенным. Исходя из того, что здесь произошло, я подозреваю, здесь произошел тотальный катаклизм, катастрофа и апокалипсис. Катаклизм катастрофических масштабов. Или катастрофа катаклизмических. Я только тут должен сказать, что выжили не только тараканы, но и курицы. Это радует. Можешь ее убить? Ты думаешь? Ну, нам, наверное, все-таки придется ее убивать. Да, должно остаться только трое. И это не хрена. Тихо, тихо. Речь не курица. Я пошел на разъедку, ребят. Я пошел смотреть, что здесь такое. Железо! Железо? Ну, у тебя есть что-то, что... Хлеб! Сундук. Опа! Вот это уже... Вот это приятно так. Турет бейс. Турет бейс. Шикарно. Чест карт. Я взяла семена тыквы. Да-да-да, это все нам тоже нужно. У меня буду рельсы пускать. О, энчантмент скролл, шарпнесс и ласт стенд. Ух ты! Так, ладно. Интересные зачаровывания у нас могут происходить здесь. То есть, есть шансы, что на этот раз с нами все будет хорошо? Наверное. Шанс! Мы неплохо начинаем. Я не понимаешь. Ребят, я только должен вам сказать, что вокруг я не видел пока ни одного дерева вроде бы. И это может быть. Я взалеке видел. О, алмазик. Скроп. Наш первый алмаз! Да! А почему написано скролл модифайер спид... А, видимо, алмазы можно использовать для вот этих вот свитков, чтобы их модифицировать. Ага. Видимо. Неизвестная какая-то штуковина. Берем три. Unknown Dimlet. Это у нас... Я знаю эту технологию. Она называется RF Tools. И RF Tools нам позволит создавать невероятные машины. Хорошо знать, что в этом мире уже развились до таких технологий. В свое время, по крайней мере. Ладно. Мы забираем с вами все. И идем отсюда. А это другой мир, да? Я просто... Я запутался. Мы, может быть, это... Я думаю, что пока мы отсутствовали в Доминионе, здесь время шло по-другому. И что мы с вами, может быть, переместились в будущее своего мира. И это будущее нерадужно. Что-то мне как-то все равно здесь не нравится. О, дерево есть. Вон деревья. Дерево! Нет, смотри. Куча всего. Дерево! О, еще даже растущее дерево. Ничего себе. Слушайте. Все, я пошел. Ой. Я пошел его рубить. Снег? А, нет, это мрамор. А, всего-то. Это мрамор. Ладно. Ну что, друзья? Самое время... Распись ты, листва. Самое время получить невероятное достижение. А, только это дерево из Майнфэктори Релоудит. Это дерево... Дерево, которое даст нам в свое время резину. Что происходит? Роман, ну ты тут самый такой. Объясни мне. Что-нибудь хотя бы объясни. У меня сейчас... Дай надежду. У меня сейчас включились мои навыки выживания. Я в первую очередь сейчас думаю о том, чтобы не отбросить копыта, а не о том, что тут происходит. Но я думаю, что здесь происходит то, что вокруг не осталось практически никого и практически ничего. Вот что здесь происходит. Что очень весело. Это мертвое дерево. Как вы думаете? Как вы думаете? Много мы из него получим материала? Надеюсь. Не, ну радует хоть что-то выжило. Например, мертвое дерево. Нет, это мертвое дерево можно использовать только в качестве топлива. Ни досок, ни палок оно нам не даст. А предыдущее, которое ты собрал? Ну, а то было резиновое дерево, которое даст нам... Ну, пожалуй, что-то даст. Ну, слушай, топлива тоже хорошо. Отлично. Джангл вуд мы получаем из него. Тут угля много, но надо бы, наверное, тоже бы... Да, я думаю, мы вернемся в шахту и добудем там уголь. С шахты, по крайней мере, пока что начнем. Просто нам сейчас стоит пока дневное время походить вокруг. Тут смотрите, сколько коров. Запастись едой. Я Гордон Фримен. А у меня тоже такая есть. Помогает? Да, вроде бы. Неплохо. С двух ударов вроде бы. О, я с одного, но она, правда, больная была. Слушай, а нам стоит есть это мясо? Ну, прожарить, да, хорошенечко, и нормально будет? Да, прожарить, просолить. В моем случае ничего не поменяется. О, свиньи! Друзяки! Слушай, это означает, что, если что, нам будет откуда выбрать гены. Я вообще очень сильно удивляюсь нашему спокойствию. Мы, мне кажется, стали такими толстокожими. После всех злоключений, которые с нами все время происходят. Нет, ты просто не понимаешь, мы каждый раз... Офигеть, как бы... У нас... Такое... Чувство неожиданности. Чувство неожиданности. Нет, спасибо. Рич, может, ты? Я? Легко. Давай, вставай на этот... На тумбу и говори, что тебя беспокоит. Меня беспокоит мое спокойствие сейчас. Меня это правда беспокоит. Вот я спокоен, но меня это беспокоит. Проблема в том, что это беспокоит и меня. Что мне с этим делать? Как мне... Как мне понять... Знаешь что? Вот, вот. Спасибо вам большое, вы мне очень помогаете. Кажется, я еще не совсем понимаю, что это все реально. Кажется, я все еще думаю, что я... Брежу. Роман, это реально. Бум! Я бы тебя ударил, но... В этих условиях подщечины могут слишком дорого стоить. Дай мне, пожалуйста, дерево. Ты думаешь, у меня что-то осталось? Нет? А, ну-ка, пойдем. А я пойду посмотрю. Осмотрюсь, вон там расщелина такая. И нам уже потихоньку надо думать о том, чтобы где-то спрятаться. Боже, какое красивое небо в будущем оказывается. Вы только посмотрите. Какая красота. Ладно. Да, уголь. Еду мы с вами обнаружили, и уже, уже хоть что-то. По-моему, надо скрываться. И уже хоть что-то у нас происходит. Я хочу эти останки добыть. Все, и кто помнит, в какой стороне та шахта находилась? Мы сейчас с вами туда побежим. Вон там, археолог новоявленный. Останки он с собой берет. Останки нельзя брать, только железной киркой. Погнали, погнали. Кто меня поведет? Сейчас, картинг тейбл. Идем, идем. Так, ты правильную сторону идешь. Туда надо идти. Ведите меня, я ничего не вижу. Аккуратно, ямы, провалы, смерть. Все плохо. Все пока хорошо. Я жив, поэтому пока что все хорошо. Я вижу свет. Тюн, ты не добавляй мне тут упаднических настроений. Я держусь как могу. Черт, это отравленная вода, твою мать. Я говорила, по-моему, о том, что не на... Креперы, твою дивизию. Так, прекрасное место. Сейчас к вам вернется осознание происходящего. Кажется, да. Кажется, я начинаю потихоньку приходить в себя. Рич! И паниковать. Рич, все ужасно. Рич! Рич, помоги мне. О, наконец-то ты вернулся. Рич! Давай за мной. Там криперы за мной идут, да? А-а-а, Рич! Я опять в воду упал. Но она не отравлена. О, привет. Я видела крипера рядом с шахтой. Слушай, нам бы, наверное, заблокировать стоит, да? А я пока ушла сюда. О, тут... Давайте... Кто-то рычит. Кто-то рычит? Да. Так, ну я подозреваю, что... Ну, рычит зомби, нет? Тебе не кажется, ты в первый раз в жизни, что ли, с зомби повстречалась? Почти. Здесь, да? Я думаю, мы пока что остановимся здесь. И да, и входы заблокировать. Все! Вроде бы... Не, вот этот... Вот этот вход еще надо заблокировать. Да, нормально, вход что-то. Ай, все, закончилось. Дерево, дерево какое-нибудь. О, из этого дерева, наверное, можно... О, видишь, как дрова пригодятся. Да, хоть что-то. Но его можно было бы использовать и как топливо в том числе. Ладно, у нас палок нет. Да, кстати, по поводу топлива. Палок нет. В этом мире деревьев нет. Нет, зелени практически отсутствует. Это интересный старт нашей жизни. Пора готовить еду. Что там у тебя? Готово? Угу. Мы не выживем! У тебя все плохо. Тут просто все плохо. А у меня все хорошо. Мы же уже выжили. Вы же обратите внимание. Мы до сих пор здесь. До сих пор нам дают возможность что-то сделать со своими душонками. Да у меня такое ощущение, что я уже не контролирую свою жизнь. Просто, знаешь, кто-то постоянно манипулирует мною. И, ну, то есть, да, я в живых остаюсь. Но что если это проклятие, а? Вечная жизнь. Вечное преследование чьих-то целей. Вот, например, в Доминионе, да? Вот вы спасете свой мир, слушайте нас. И че? Ага, спасли. Спасли, да? Вы выйдете на улицу теперь. Посмотрите. Че, вы спасли его? Вы посмотрите туда. Ничего не осталось. Одни равнины из каких-то останков наших друзей. Что? А тебе не кажется, что, может быть, это его проклятие? Его проклятие. Вы мое проклятие! Вот что мое проклятие, господи! Почему? Пойду ресурсы добывать. Мы же твои друзья, мы тебя любим. Вот именно мы все время с ним. Может быть, это его проклятие. Зачем мы суемся-то, может быть? Хорошо, Тюн, тогда давай там генератор дела, я пошелся. Че? Будь здорово. Мы с вами переждем эту ночь здесь. Отличная мысль. В безопасности. У меня один кусочек дерева, но мне этого не хватит. И мы с вами отправимся, как только расцветет на улицу, и будем искать дерево. Потому что, ну, правда, без этого никак. Никак. Все, Тюну мы оставляем на хозяйстве. Рич, погнали. Да. Дерево! Я должен пометить, пометить это место в своем GPS. И пошел, зашел в угол и начинает помечать. Да. Правильный ты. Ну, настоящий эльфа-самец. Идем искать. Я не знаю. Тут, тут честно признаться, совершенно ничего не вижу. Есть овца. Есть овца. Есть овцу? Можно. Так, я пошел за деревом, начинаю добывать ресурсы. Я тоже так говорил. Что ты добываешь хоть? Я добываю все, что нам нужно. А знаешь, что нам нужно? Что нам нужно? Все. Дерево. Начнем мы с того, что мы построим с тобой одну очень, очень необходимую нам машинку. Грайнстоун из Applied Energistics. Для этого нам потребуется еще больше палок. Ага. Камень гладкий. И три кварца. Вот это вот самое главное, что нам потребуется с тобой. Поэтому, если ты будешь встречать кварц, сразу его добывай. Я один нашел. О, я нашел второй. О, выпало два. Хорошо. Но это кварц кристалл, а это чардж. Это чардж. Слушай, ну чардж я бы приберег. Чардж нам очень сильно пригодится, когда мы будем развиваться в этом направлении. Однако, я не уверен, что это произойдет очень скоро. Что там с деревом? Вообще до этого до всего дожить. Но под землей нет. Удивительно. Заодно мяско с тобой раздобудим. Я смотрю, животных здесь достаточно много. В отсутствии человечества, да? Они как-то такие, типа, ну нормально. Можно и размножиться чуть сильнее, чем обычно. И тут пришли мы все испортить. Мы здесь восстанавливаем необходимый баланс. Слушай, еще одна шахта. Почему мы всегда в негативную сторону восстанавливаем его? Потому что мы люди. Посмотрю, что там внутри. О, тут еще железо. А, еще одни димлеты. Что у нас здесь? О, еще Цертус Кварц Кристалл. Хорошо, хорошо. Чувак, мы с тобой уже сможем сделать механику удвоения наших... О, стальной топор! Ты смотри, как вовремя. О, как вовремя. И SafariNet нашел. Отлично. Если мы захотим перенести какое-то животное, у нас есть возможность это сделать. Слушай, может быть, тогда ты останешься здесь, да? Железо добудешь. Зачем? Да вот я уже, в принципе, добыл. А деревьев тут достаточно много. Да, но у тебя есть топор. Че это такое там вдалеке? Слушай, там какая-то странная конструкция. Видно, что рукотворная. Пойдем сломаем, сейчас бегу. Или может быть там кто-нибудь есть? Я вот не знаю. Так, это у нас все еще, да, Майн Фэктори. Это, видимо, единственные деревья, которые пережили катаклизм. Деревья резиновые. Деревья тараканы, вот кто это. Но саженцы у нас есть, так что мы уже с чего-то здесь начнем. Идем посмотрим. Видишь, вот там, вот вдалеке? Ага. На севере. Я немножко побаиваюсь, значит. Похоже... Ой-ой-ой, слева, слева. Кони? А, не, не кони. Нет, это не кони. Это точно не кони. Я не хочу к этим существам приближаться. А вот они с трудом пережили катаклизм. Катаклизм. Свинопауки. Офигеть, блин. Давай не будем с ними общаться. Как ты думаешь, они вкусные или полезные? Свинопауки? Угу. Ну, если их можно... Если их можно разводить, то, наверное... Или мы вкусные. Ой, смотри, какой прикольный камень. Я уже... Я уже пережил, все. Мой стресс прошел. Я уже задумался о строительстве такой, думаю, ух ты, он неплохо... О, Тюна проснулась. Тюн. Как там на хозяйстве? Как спалось? Да так, что-то холодновато на камешках. Блинчики испекла? Мы скоро придем с деревом. Ух ты. Много дерева. Ты сильно не удивляйся, когда повстречаешь странных существ. Я так понимаю, здесь много чего произошло. А из них что-то падает? Ты думаешь, мы к ним приближались? Потому что они могут сами узнать. Попробовать узнать, падает ли из нас что-нибудь. Например. Вечерет, мальчики. Возвращайтесь. Да, нам нужно возвращаться. Мы с уловом. Мы с уловом возвращаемся. Это хорошо. Они дерутся. Пауки дерутся? Друг с другом? Да. Один свинопаук, а второй скелета свинопаук. Что? Я пошел отсюда. Слушай, я знаешь, что я сделаю? Я помечу эту территорию. Пожалуй, да? И здесь тоже. И здесь тоже. Ух, все, друзья, мы дома. Наконец-то. Живы. Еле избежали там смерти, на самом деле. Но выжили. Отлично. Так. И кушай. Да, я покушаю, мам. Подожди. Она же старалась тут. Приглядывал за всем добром. Я, в общем, да, поскидываю тогда все ценности в сундук. Все, что нам может пригодиться, да, впоследствии. Я не знаю, почему у меня рельсы в руках. А, это я копал вниз. Кто за? Интересно. Турельку сюда можно установить. Однако ей нужна энергия. Мы до этого еще с вами не доросли. 26 железа. У меня вот 30 еще копера тоже есть. Да, вот две печки. Стэк копера, друзья. Нормально сходили. Неплохо сходили. Так, и теперь я сейчас буду... Да, угля у нас достаточно много. Нормально живем. Может быть, кто-то хочет, чтобы мы почувствовали, что подумали, что мы контролируем ситуацию. Это же хитро. Да? Ты думаешь? Может, с нами играет стратегия. Да не... Да, да, я тоже согласен. Все случайности. Череда случайностей. И даже тот парень, которого мы с тобой повстречали, и с тобой, Тюна, тоже... Он тоже случайность, мне кажется. Это глюк был коллективный. Мы сейчас с вами будем уже, прямо сейчас, удваивать нашу руду. Это радует. Ну, тебе... Это круто. Это круто, это класс. Тюна, ты сегодня ела? Мне такое ощущение, что у тебя сахара в крови не хватает. Да, возможно. Кстати, рассвет. Так, и... Солнышком питается. Все, получил. Уже получил. Все. Уже получил. Ну, так вот. Так, а теперь... Как эта штука делается, по-моему, вот так? Да. Я надеюсь, вы помните эту штуку. Мы ее используем обычно... Ну, она для того и предназначена. На ранних этапах всего лишь. Вот он, грайндстоун. Вот она, рукоятка. Вот. И потом мы помещаем сюда... Маслай. Помещаем сюда наш ресурс. Заводить ее? Восемь раз нам нужно провернуть, чтобы одна наша... Один кусочек нашей руды превратился в пыль, которую уже можно будет потом обжарить и которая уже станет слитком. Все, вот оно. Увеличение наших... Наших... Запасов. Запасов, да, в два раза. Запасов руды. Слушайте, а я хотел пересмотреть все, что я нашел. Вот. Встать спокойненько и посмотреть. А я пока выйду на улицу. Гляну на все ловы. Тюна вообще, Ваня Старина, у нее даже меч есть. You can sleep only at night. Ну, уже что-то. Да? Что-то тесновато здесь становится. Слишком много крипера. Так. Слишком плохо мне тут. Наживай крипера крипером. Почему ты в мюзикл все превращаешь? Я пытаюсь понять. Это естественная реакция тюниного организма. Ребят, смотрите. Я снаружи поступаю следующим образом. Как быстро ломается это. Ну, окей. Ну, неплохо. Вот я в подземелье был, у меня сломалась кирка. Нет, не кирка ломается. Вот этот вот камень, на котором мы сейчас с вами обитаем, как он быстро ломается. Вот. Раз, два, три. Давайте здесь еще поставим. Четыре. Я не помню, сколько у меня их есть. Но отсутствие земли тоже тут, да? Вот создает некоторый челлендж дополнительный. Потому что еще и землю надо найти. Не, ну землю могу притащить. Я нашла землю. Я как раз тут лажу. Я тут нашла. Принести? Возле хемпа, конечно. Да, она здесь у нас есть и на входе, если что. Так, ладно. И саженцы. Я их куда-то скинул, что ли, и не заметил. Да, восемь саженцев у нас здесь есть. Я буду высаживать деревья возле нашей, нашего же Крипер. И, в общем-то, we are all set в плане какого-то источника дерева более-менее. То есть, на крайний случай, мы, Рич, сможем опять на те залежи дерева сбегать и добыть. Так, вопрос на зашипку. Это ядовитая вода или нет? Понятия не имею. Робот, ты в киборга превращаешься? Слушай, я очень надеюсь, что в этом мире я смогу превратиться в киборга. И я вам скажу, что, скорее всего, так и есть. Скорее всего, я смогу. Я чувствую это. Я буду киборгом! Первый день нашего выживания в целом, да? Подытожим. Первая запись в дневнике. У нас есть источник дерева. У нас огромное количество железа. Главное, чтобы ручку кто-то хотя бы иногда крутил. Договоримся, да? Давайте. Окей. Вот, крутим ручку. У нас есть еда. У нас есть место обитания, где мы в безопасности. Мне кажется, что это впервые в нашей жизни, где мы с вами в очередном мире оказываемся. Ну, на этот раз мы оказались в своем же мире, только он слишком уж жесток, мне кажется. Да. Это впервые, где у нас все получилось? С первого раза? Да. Никто не умер внезапно. Ох, рано, рано, рано мы делаем выводы. В наших силах вернуть то, что у нас отобрали. Вернуть наш мир. Вернуть прекрасные, красивые зеленые сады. Развиться в техногенном плане. И доказать этим чертовым силам, что с нами тягаться не стоит. Замечательная речь. Мне показалось, Натюну не подействовало. Мне кажется, мы способны на все. Хай-фай, мне необходимо сделать хай-фай. Давай, три, два, раз. Хай-фай. Ну, почти вот, все, нормально. Тюна, ты хочешь хай-фай? Нет, спасибо, нет, спасибо. Ты предпочитаешь лоу-файв. Лоу-файв! Ох ты. Вот, отлично, все. А на этом наша летопись на сегодня, дорогой мой зритель, заканчивается. И я надеюсь, что тебе было интересно. Я надеюсь, что ты с интересом будешь следить за тем, как мы из ничего практически создадим рай. Рай в этих жестоких и жесточайших условиях. Скажи мне об этом в комментариях, которые я где-то думаю существуют. На каком-нибудь, как бы я этот ресурс назвал, если бы у нас был. На каком-нибудь ютубе. Вот, как-то так бы я назвал. Напиши мне там. Когда-нибудь я смогу найти этот комментарий и прочитать его. Со мной сегодня была Тюна. Пока-пока, удачи всем. Я речь могу. Все будет апокалиптичнее, гад. А я думаю, друзья, что горизонт полон событий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...